Всем привет! Вы снова на канале Бахус. Это самый честный канал об алкоголе на всем пространстве ютуба. С вами непокорный слуга Александр. Сегодня у нас на обзоре не классическая стандартная двенашка от Чивоса, а мощный, элегантный 18-летний Чивос Ригл. Ну и прежде чем открыть эту красивую бутылочку и перейти к разговорам, хотелось бы отметить, что Чивос Ригл относится к категории делюкс-блендов, то есть в составе данного виски находится как минимум 60% односолодовых спиртов. Это очень важный момент. Теперь давайте ее откроем и посмотрим, как это все выглядит. Достаточно неплохая, нестандартная, такая с пластиковыми формами коробочка подарочная. Я думаю, многие их видели. Классический вид бутылки Чивос Ригл, только в 18 лет отличается в синем цвете, вместо серой двенашечки. Так, ну что, давайте ее откроем. Купили, даже не то, что купили, среднеценовая политика данной бутылочки по рынку в районе 6-6,5 тысяч. Мы ее взяли в магазине «Ароматный мир» в районе 4 с небольшим по акции. По волшебству монтажа у меня резко в руках оказался белый лисочек. Опять же, проверяем, смотрим. Сейчас я вам покажу. Цветло-янтарный, не слишком насыщенный. Янтарный, темно-желтоватый я бы назвал. На запах. Спиртозности вносим ноль. Опять что-то такое кисло-сладкое чувствуется. Ну, на первый взгляд. Что-то апельсиновая корка. Давайте попробуем. Кстати, можно сюда, незазорно, в ключевой момент, добавить сюда 1, либо 2 кубика льда, но не более. Давы сделать более раскрываемость этому напитку. Мы сегодня попробуем его без льда. Мы его заранее также охладили. Достаточно плотный такой, маслянистый. Вкус. Вот. Классический шотландец. Начинается яблоко со сладковатой такой ванилью, но плавно переходящий в такую жгучую, жгучую, опять же, геребо. Из-за того, что выдержка у нас 18 лет. Соответственно, легким он, слишком легким он не будет. Но, и знаете, первое, самое первое впечатление, первый глоток, это ненавязчивое, так и легкое яблоко со сладостью. Но потом, когда он проваливается к вам в организм, вы чувствуете горечь, дерево и дуб. Интересный вкус. Хотелось бы очень добавить, касаемо все-таки вкусовой части данного виски, вы должны понимать, чтобы не был я голословным и не кидался обширными, такими поверхностными словами. Вкус, вообще сам Чилос состоит из десятков различных висковых спиртов. Соответственно, вкус очень мощный, насыщенный. Мощный он не в плане спиртуозности, а в плане многогранности. Их очень много, их сложно различить. Поэтому неподготовленному человеку данный продукт может не понравиться полностью настолько, насколько он стоит. Вкусы здесь действительно переплетаются и с деревом, и с шоколадом, и также с карамелью и ванилью. Нужно их различать. Ведь это дорогой, я бы сказал, хоть и не люблю это слово, элитный шотландец. Он очень сложный. И если вы еще не такой эстет, и не готовы к таким мощным напиткам, я посоветовал бы вам попробовать что-то для начала попроще. Опять же, то же самое Двенашхум. От Чилоса можно вполне себе начать. Также мы в одном из роликов рассказывали про японские виски. Японские виски удивительны своей шотландской предыстории. Они безумно похожи на шотландцев. Сейчас они делают что-то свое интересное, и вкус у них более мягкий и фруктовый. С него также можно и начать. Давайте поговорим про гастрономическое сопровождение. Но, в принципе, говорить, конечно, здесь тоже особо не о чем. Потому что это также напиток входит в категорию эгоистичных продуктов. Все это из-за выдержки, из-за качества, из-за того, что это Deluxe Blend, где большая часть, точнее 60%, как я уже говорил, односолодовое спирте. Пить его нужно исключительно в чистом виде. Максимум для раскрываемости, еще раз повторюсь, можно добавить один максимум, два кусочка льда. Крайне не рекомендую пить его, естественно, с колой, с соком яблочным, потому что есть достаточно более простые виски для употребления в коктейльном виде, но только не этот. Здесь мы на всю свою стоимость хотим прочувствовать все его вкусы карамели, шоколада и дуба и вот так вот расположиться на своем стуле дома и отдыхать после трудового, сложного, рабочего дня. Ну, а также стоит отметить создателей данного шедевра. Это два брата Джеймс и Джон, великие шотландские бизнесмены. Знаменитость, конечно, им дал алкогольный бизнес. Начинали они с таких как гаражных таких условий, совмещали зерновые спирты с солдовыми спиртами. Долго они мучились, мучились, в итоге создали вот такой шедевр. Причем самую ключевую значимость и почет им дала сама королева Виктория, когда попробовала этот виски. Друзья, если вы досмотрели это видео до этого момента, значит, оно вам интересно. Моя просьба поставить лайк, написать какой-то интересный комментарий, мне будет очень приятно. Ну, а мы переходим к подведению итогов по этому продукту. Хотелось бы отметить ключевые моменты этого виски. Да, это не односолодовый виски, но тем не менее, он является делюксовым блендом. И, как я еще раз говорил, находится 60% односолодовых спиртов. Да, этот виски не трехлетний, как стандартный шотландец, это виски 18-летний. Поэтому, совмещая в совокупности все эти параметры, можно сделать вывод, что этот виски пойдет как удивительный подарок молодому человеку. Ну, где-то в возрасте примерно плюс-минус, как я, который уже достаточно перепробовал виски, но, тем не менее, не отведал еще 18-летнего чилоса, не распробовал все прелести бленда. Ну, и, конечно, не стоит забывать про себя любимого. Всегда хочется побаловать себя что-то чем-то интересным, изысканным, приятным. Ну, а с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчики, пишите комментарии. Всех обнял. Люблю. До новых встреч. Нет, как теперь новой традицией стала последующая закадровая история, как я приезжаю домой, уже не в дом, а именно домой, многоэтажный, красивый, элитный дом, сажусь на свою хай-тек-кухню. То есть, получается, что ты в 200-м рублей не купил 500, а в 24-м уже купил купленный дом? Нет, там у меня был дом, а здесь у меня квартира, многоэтажная квартира. Купил квартиру в новостройке, сделал ремонт, у тебя был личный дизайнер такой, тебе сделала ремонт, приезжаешь, наслаждаешься, жизнь удалась. И ты сидишь и думаешь о великом, нюхаешь. Мы можем сейчас говорить, что мы нюхаем, нюхаем, пробуем и представляем о будущих своих планах, бизнес-проектов новых. Просто дублиционируем сами это собой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова